МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С наступлением холодов резко возрастает число обращений в травмпункты. Так, у нас бывает по 14-15 человек, но это в среднем. О работе в красной зоне из первых уст. Красная зона – это инфекция. Выходя из красной зоны, вся одежда снимается и в специальные пакетики складываются. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Для коллектива телекомпании «Видное ТВ», как и для тысяч наших коллег, это обычный рабочий день. И о том, как нелегко он порой проходит, расскажет Максим Козлов. Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. Несмотря на прогноз одного из героев фильма «Москва слезам не верит», все упомянутые виды искусства по-прежнему чувствуют себя прекрасно. А вот телевидению с приходом интернета уже тоже прочат скорую кончину. Тем не менее, оно продолжает существовать. Чтобы вам был понятен его объем, надо сказать, что только в России выдано полторы тысячи телевизионных лицензий. С другой стороны, именно благодаря интернету, где можно без проблем выложить собственное видео, многие знают, например, что такое монтаж и цветокоррекция, что означают слова «дубль» и «композиция». У людей, далеких от телевидения, может сложиться впечатление, что работа здесь – один сплошной праздник, но это не совсем так. Каждый, кто здесь работает, как правило, владеет смежными специальностями. Например, журналист, имеется в виду хороший телевизионный журналист, должен быть немножко драматургом, чтобы не просто рассказать о новости, а сделать из нее историю. Также ему неплохо иметь определенные артистические данные, чтобы работать в кадре. Совсем недавно здесь была небольшая дорожка, ведущая к остановке. Окруженная деревьями сейчас, эта территория огорожена, а зеленые насаждения вырубаются. Жители в панике, что же здесь будет и зачем? У оператора свои умения, кроме, собственно, знания о композиции кадра. Внутрикадровом монтаже он должен знать устройства всех камер, которые используются на телевидении, а их, поверьте, немало. Кроме того, он должен быть в прекрасной физической форме, ведь вес оборудования, которое он использует, может достигать 30 килограмм. Просто примей, потом сядете. Монтажеры, люди, которые из отдельных кадров создают единый сюжет, помимо основных знаний, касающихся правил монтажа, должны разбираться в композиции и принципах съемки. Кроме того, им необходимо в совершенстве владеть большим количеством самых разнообразных программ, ну и знать компьютерное железо. Очень удачно и благополучно. Телевизионные инженеры также должны до последнего провода знать все оборудование. Любой телевизионщик вам может рассказать массу историй, когда что-то пошло не так, что-то выключилось не вовремя или, наоборот, включилось. И здесь вся надежда на инженеров, на их знания и умения. А еще есть гримеры, продюсеры, ассистенты, декораторы, дизайнеры, техники всех телевизионных профессий. И не перечести, каждый из нас, как многорукий Шива, делает несколько дел, которые в итоге складываются в то, что вы видите по телевизору. Так что нелегкая эта работа. С праздником, коллеги. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. С наступлением холодов резко растет количество уличных травм, ушибов и переломов. Наша съемочная группа побывала в круглосуточном травматологическом пункте, расположенном в жилом комплексе Бутово-парк, и узнала о его работе в ледниковый период. Ледяной дождь и небольшая минусовая температура превратили улицы и дворы города в каток. Коммунальные службы занимаются посыпкой дорог и тротуаров, но не везде успевают справиться оперативно. Пешеходам приходится идти по проезжей части, где лед немного оттаял. Других вариантов не остается. Из-за гололеда люди стали чаще получать травмы и переломы. Как отмечает исполняющий обязанности заведующего травматологическим пунктом поликлиники Бутово-парк, число обращений за помощью с наступлением заморозков выросло в два раза. С наступлением холодов, заморозков несколько спецификов травмы меняется. Она получается больше, как называют в медицине, сезонная травма. Здесь в основном переломы голеностопного сустава, перелом коленных суставов, перелом лучезапясного сустава и плечевых, локтевых суставов. Круглосуточный травматологический пункт открылся в Бутовской поликлинике месяц назад. Из Домодедова были у нас пациенты, с Москвы приезжают пациенты, с Подольска приезжают пациенты. А если ДТП, что-то случится в районе, ближе к травмпункту, тогда независимо от того, откуда они были, сразу привозят первоначальник к нам. Отсюда распределяют больницы по мере их необходимости. Кабинеты травмпункта оснащены необходимым оборудованием и позволяют врачам проводить экстренные операции. Мы усилили несколько хирургических профиль, потому что малоэвазивные какие-то операции, ушивание, сухожилие, то, что в стационаре делается, если это возможно в рамках травмпункта, и у нас хватит материал и все остальное, мы тогда стараемся как-то проводить все процедуры здесь, и чтобы здесь, именно в травмпункте, было закрытие случай, чтобы пациента отправить домой и по следующим наблюдать. Елена Лобовская, рентген-лаборант с 15-летним стажем, рассказывает, зима – это самая горячая пора в травмпунктах. По травме было 6 человек. По травме это больше, чем обычно? Нет, но они как к вечеру могут, но так у нас бывает по 14-15 человек, но это в среднем. Несмотря на то, что в травматологическом пункте созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи, врачи рекомендуют жителям муниципалитета быть максимально осторожными, передвигаться медленно и носить удобную обувь с рифленой подошвой. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Доктор Рамедин Якубов первую волну с коронавирусом боролся в больнице в родном Дагестане. Сейчас он сотрудник дополнительного стационара для пациентов с COVID-19, который переоборудовали в октябре из гостиницы профсоюзов в поселке Дубровский. Наша съемочная группа отправилась вместе с доктором в красную зону, чтобы выяснить, каково это быть на передовой в борьбе с эпидемией 21 века. Дополнительный стационар для больных COVID-19 в поселке Дубровский появился в октябре этого года. Под него переоборудовали местную гостиницу профсоюзов, когда возникла необходимость оперативно освобождать основной стационар Видном для более тяжелых пациентов. Пациенты, которые уже выздоравливали или имели положительные тесты, но относительно нормальное состояние самочувствия, переводились сюда для того, чтобы получить дальнейшую терапию и уже выписаться домой после отрицательных тестов. Стационар в Дубровском рассчитан на 100 коек. Сейчас здесь проходит лечение 44 пациента. Конференц-зал. Понятно, что никаких конференций сейчас и других мероприятий не проводится. Но здесь, в этом помещении, располагается палата интенсивной терапии. И если состояние пациента ухудшается, его переводят сюда. У нас есть полностью вся лекарственная база. У нас есть все необходимое для оказания помощи не только по поводу коронавирусной инфекции, но также и по сопутствующим заболеваниям. Так как больные поступают не только с коронавирусной инфекцией, а имеют еще при этом и другие проблемы. Это сахарный диабет, бронхиальную астму, ишемическую болезнь сердца. Именно здесь трудится Рамидин Якубов, молодой травматолог-ортопед из Дагестана. Первую волну с коронавирусом он боролся в ковидной больнице у себя на родине. Летом решил переехать поближе к столице и устроиться на работу по своей прямой специализации. Но, увы, вторая волна COVID-19 несла свои коррективы. 12-часовая смена доктора начинается с надевания специального костюма – сиза. Плюс маска, очки, защитный экран, бахилы, две пары перчаток. В 16.00 я заступаю на смену, в 8 утра я сдаю уже лечащим врачам дежурство. Что за смену что-то экстренное, если что-то случается, конечно же, я вмешиваюсь. И, конечно же, обход. Всю смену продержаться в красной зоне, не выходя, нереально. Врач делает короткий перерыв на отдых каждые 4-5 часов. Красная зона – это инфекция. Выходя из красной зоны, это вся одежда снимается и в специальные пакетики складываются. Оттуда мы идем, в зеленую зону отдыхаем, снова заходим в чистую зону, одеваемся и идем в красную зону. Каждый раз новый костюм. Каждый раз новый костюм. Работает Рамидин Якубов в стационаре через день. Выбирает именно дежурство. Говорит, когда вся больница на тебе, интереснее работать. Что-то беспокоит вас? Да нет, спасибо, уже все идет. На поправку. Спасибо вам. Отношение очень здорово. Еще в первую волну Рамидин тоже переболел коронавирусом. Тогда, говорит, даже сами медики не совсем понимали, как лечить новую инфекцию. Сейчас ситуация более обнадеживающая. И тех, кого удалось быстро поставить на ноги и выписать домой, значительно больше, чем в первую волну. Самочувствие сейчас отличное. Врачи вылечили. Персонал очень грамотный. Я желаю все-таки слушаться врачей, потому что я увидела, насколько это большой труд. Также носить маски, перчатки, хоть это всем все надоело. Обрабатывать руки. Потому что настигнет болезнь, даже не знаешь, откуда придет. На костюмах медиков большими буквами надпись «НОПАСАРАН». Это девиз каждого из них. Ведь врачи уверены, коронавирус в итоге будет побежден. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Более 12 лет в «Видном» работает студия ногтевого сервиса в «Нейл Студио», где представлены самые разнообразные услуги в области эстетики и красоты. В честь наступающего Нового года студия подготовила сюрприз нашим телезрителям. Быть можно человеком дельным и думать о красе ногтей. Эта фраза классика не теряет своей актуальности. И сегодня, когда у женщин, да и у мужчин, маникюр и педикюр давно вошли в хорошую привычку. В нашем городе доверить свои руки можно мастерам одного из самых популярных салонов – студии ногтевой эстетики Натальи Варфоломеевой в «Нейл Студио», что на Ольховой 4. Здесь предлагают все самое лучшее в индустрии красоты. И так уже на протяжении 12 лет. У нас название «Ногтевая студия» – да, совершенно это уже, конечно, не актуально, потому что мы полноценный салон, мы полноценная студия красоты с абсолютно полным перечнем всех сфер территории красоты. Помимо ногтевого сервиса, здесь есть парикмахерские услуги, перманентный макияж, наращивание ресниц, массаж, косметология. И в каждой сфере работают профессионалы, влюбленные в свое дело. В салоне дружная, слаженная команда, за плечами которой многолетний опыт. О косметологе Светлане Черенковой я слышала уже давно. И снимая этот сюжет, я не могла не воспользоваться возможностью посетить этого замечательного специалиста. Светлана Юрьевна, добрый день. Предложите мне, пожалуйста, интересную и, конечно, эффективную процедуру. Так как у нас сейчас начинается осень и идет сезон пилингом, я бы вам предложила криодеструкцию. То есть это работа с жидким азотом. А еще в арсенале Светланы Юрьевны авторский скульптурный массаж, различные уходы, аппаратная косметология. На стенах салона настоящая аллея славы. Многочисленные дипломы, награды, в том числе и от губернатора Московской области. Регулярно говорят спасибо и клиенты, которые ходят сюда годами. Очень приятные мастера. Здесь, в принципе, можно ходить к разным мастерам. Результат будет всегда потрясающий. А два года назад в Нейл Студио отпраздновал громкую победу. Распахнул в своей двери еще один салон. В самом центре Видного, на советском проезде, дом 3. Более 200 метров площади, формат open space и ремонт бизнес-класса. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания и, конечно, получения услуг на самом высоком уровне. Прайс одинаковый в обоих салонах. Например, самая востребованная услуга – маникюр с покрытием гель-лаком – стоит всего полторы тысячи рублей. Особая гордость салона – полное соблюдение санитарных норм. Процесс этот трудоемкий, но безопасность гостей превыше всего. У нас не выполняют стерилизационный процесс сами мастера, ни в коем случае. У нас выполняет этот процесс отдельный человек. И это не 2-3 часа. Это практически занимает сутки. Поэтому каждый мастер нашей студии имеет более 15 комплектов инструмента. Из новинок студии на советском проезде – кабинет патологии, который редко где можно встретить. Здесь успешно справляются с различными патологиями стопы и ногти на ногах. Есть свой кабинет и у косметолога, а в просторном open space размещены уютные кресла для маникюра и педикюра, а также зона, где царят стилисты-парикмахеры. Для наших зрителей основатель в Nail Studio Наталья Варфоломеева подготовила сюрприз. Каждый написавший «Видное ТВ» в директ салона в Инстаграме получит скидку 10% на любую услугу. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!